Добрый вечер, Молдова! В студии Анна Симакони. И это первый выпуск новостей на русском языке на Археи ТВ. С 8 ноября 2018 года каждый день наша команда готова рассказывать обо всем самом актуальном, интересном и значимом в Молдове и за ее пределами. По решению Координационного совета по телевидению и радиовещанию телеканал АЛТВ был преобразован в Археи ТВ. С понедельника по воскресенье мы предлагаем телезрителям передачи и телешоу собственного производства. Каждый будний день в 15 и 22.00 вы сможете увидеть новости Археи ТВ. Сегодня в нашем спецвыпуске. Премьера на телевизионном рынке Молдовы. Сегодня начинает вещание Археи ТВ. Археи празднует одному из самых красивых городов Молдовы 464 года. На избирательных участках страны появятся камеры наблюдения. В Германии спустя 7 десятилетий после войны судят 94-летнего эсэсовца. В телевизионном семействе Республики Молдова прибавление с сегодняшнего дня начал вещание Археи ТВ. Это телевидение для тех, кто считает себя активным гражданином, не хочет отставать от времени и желает всегда быть в курсе событий. Кто ждет информацию, построенную на принципах объективности, без лжи и искажений. Команда нового телеканала берет на себя ответственность не только оперативно информировать зрителей, но и дарить им хорошее настроение и позитивный настрой. Зрители канала Археи ТВ ожидает много премьер. Новые форматы программ, новые лица и новые телешоу. Сетка обещания очень насыщена и любой зритель сможет найти себе что-то по вкусу. Новости, социальные и политические ток-шоу, развлекательные программы – это далеко не полный перечень того, что приготовили создатели Археи ТВ. Абсолютно уникальной по своей идее будет программа Ора Примаровой. Телевизионная студия станет площадкой, где Илон Шор ответит на вопросы, беспокоящие жители Архея. На мой взгляд, существует много положительных вещей, которые не всегда выходят на первый план, поэтому мы начнем рассказывать о них людям. Передача будет выходить в эфир один раз в неделю. Следующий проект называется «Кауза Нуастре». Его ведущий Геннадий Вакуловский будет регулярно встречаться в студии с политиками и политологами, вне зависимости от их партийной принадлежности и политических симпатий. Постараемся копнуть как можно глубже. Мы надеемся предложить зрителю независимый анализ и ответы на вопросы, которые они смогут найти только у нас. В эфир Археи ТВ выйдет и программа «Ора Локала». Ее автор Диана Мемец будет обсуждать со своими гостями местные и региональные проблемы страны. Хотелось бы вместе с нашими гостями обсудить и предложить те решения, которые мы уже нашли в городе Археи, потому что сейчас мы лидируем по многим позициям. Археи ТВ предлагает зрителю и развлекательные, и познавательные, и детские передачи. «Ай Стиль» расскажет о моде, стиле, тенденциях и вкусах. Исполнители Корнелия Штифанец и Натан помогут превратить обычных людей в настоящих звезд. Вместе с Корнелия Штифанец мы постараемся подобрать своим героям одежду известных дизайнеров, которую можно найти в торговых центрах наших городов. «Ай Стил» — это новое модное шоу в Молдове, это шоу-провокация. Женщины, наконец-то мы узнаем, что на самом деле думают мужчины о ваших нарядах. Абсолютная новинка на телевизионном пространстве республики — «Альманах своими глазами» о путешествиях по родной стране. Проект реализован совместно с командой известного российского телеведущего Александра Ковалева. Это увлекательная программа о том, что в поисках красивых мест и атмосферных городов совсем не обязательно ездить в другие страны. Концерт проекта заключается в том, чтобы посмотреть на Молдову новым взглядом, посетить лично все места. Я Александр Ковалев. Хочу видеть своими глазами Молдову. Хочу видеть самые известные туристические места, неизвестные места. На самом деле это увлекательное путешествие, и мы понимаем, что Молдова — она безумно красивая страна, в которой хочется возвращаться тем, кто уже уехал из нее, и хочется жить в ней каждому из нас. На самом деле мы должны любить свою страну, и я — патриот своей страны. Я готова к откровенному разговору о любви, дружбе и сильной занясти. Название «Душевный разговор с Жасмин» говорит само за себя. Известная российская исполнительница встретится в телевизионном эфире со звездами, которых публика всегда рада видеть и слышать. Обещаю вам встречи с интересными, замечательными, талантливыми людьми. Если подрастающее поколение креативно и талантливо, значит у нас есть будущее. Так считают создатели программы «Звездный час». Это музыкальный конкурс, который покажет, на что способны наши необыкновенные дети. Юного победителя «Звездного часа» ждет поездка в Диснейленд и билет в музыкальное будущее. Совместная песня со звездой. Выберут герои сами зрители в ходе интерактивного голосования. Мы работаем с детьми, с самыми чистыми, с самыми искренними, маленькими людьми, которые дарят нам свои самые искренние и добрые эмоции. Это потрясающе. Особое место в сетке вещания займет передача «Золотой возраст». Она предназначена для тех, кто, несмотря на то, что давно вышел из юного возраста, находится в поиске своей второй половинки. Наши эмоции, которые мы собираемся передать в программе, и станут нашим секретом успеха, который привлечет аудиторию. Чтобы с утра получить заряд бодрости и оптимизма, рекомендуем включить «Архей ТВ» ровно в 6.45. Авелин Табарча и Гарри Козмо никогда не оставят без улыбки и хорошего настроения. Команда шоу «Доброе утро, Молдова» обещает нам много занимательных и познавательных утренних часов. Это будет очень динамичный и очень оригинальный проект. И, возможно, что-то совсем особенное, не похожее на то, к чему привыкла публика. Ну и какое телевидение без новостей? Мы можем информировать, просвещать, правдиво рассказывать о событиях, давать взвешенную оценку происходящему. Такие задачи стоят перед командой «Архей ТВ». С понедельника по пятницу выпуски новостей на румынском и русском языках. Мы предложим беспристрастные новости. Именно это и будет держать зрителей у экранов. Наша целевая аудитория – это жители Аргеева. Но также мы будем освещать все события, происходящие в стране и в мире. Все передачи «Архей ТВ» собственного производства. Не забудут и о любителях кино. Сериалы о любви, боевики и документальные фильмы можно будет найти в программе канала. Вещание будет осуществляться на 90% территории республики. Запуск нового канала «Архей ТВ» стал еще одним подарком жителям муниципия. И поскольку любое телевидение работает для своих зрителей, их мнение всегда имеет значение. Что хотят люди увидеть на экранах, какие проблемы волнуют их больше всего и как они отнеслись к сюрпризу – в нашем следующем сюжете. В вашем городе появляются два канала. Да, да, знаю, слышу. Что ждете от новых каналов? Всю истину. Даже новости нашего города, нашей республики. Интересно, естественно. Пусть знает вся республика. Что бы вы хотели, чтобы мы освещали два канала? Фильмов больше. Сейчас нечего смотреть. А каких фильмов? Какие наши? Старинные такие. Советскую классику? Можно. Воспитывать еще бы спорт. Что бы в спорте, в это, что бы были известные. Даже в Москве это есть. Ну, из Молдавии. Спортсмены, хорошие спортсмены. И хочу, чтобы и здесь было, ну, больше спорта. Я ищу эти каналы, которые на русском языке. Я специально прошиваю телевизор, и мне очень нравятся русские передачи. Вы хотите, чтобы было больше, получается, на русском языке? Я хочу, но товарищ Гимпу не позволит это. Ну, новые каналы, новая информация, наверное. Своя точка зрения. Ну, наверное, хорошо, конечно. Вообще тут есть что посмотреть, что показать? Город интересный для других? Если честно, красивый. Маленький, но красивый. Так это отлично, вы должны сфотографировать, вы должны показать нашей стране и другим странам, какой у нас красивый и хороший город. Я думаю, что будет интересно. Это будет как пример. Как пример. Дело в том, что город стал освещенный, стал город чистый. Есть что, Аргееву, показать. Дело в том, что очень много провелось работы у нас, очень много реставрировалось, отремонтировалось, восстановилось, и город приобрел совсем другой облик. Сегодня на главной площади Архея собрались тысячи людей. Старожилые и юное поколение горожан пришли сюда, чтобы в очередной раз показать. Они одна большая и дружная семья. Ну, а праздник – отличный повод. Поздравить друг друга и провести этот день в компании родных и близких. Яркие краски, музыка, улыбки на лицах горожан и массовые шествия по центральным улицам города. Так началось празднование Дня Архея. Завершилось шествие по традиции у памятника господарю Василию Лупу. Пожелав всем благополучия и процветания, поздравил горожан с праздником примар города Илон Шор. Дорогие друзья, нам удалось за три года доказать, что можно построить лучший город в стране. Нам удалось доказать, что сегодня мы являемся не просто лучшим городом страны, мы претендуем на большее. Почему? Потому что у нас нету раздоров, у нас нет внутренней политики. Мы как один кулак, сильный и мощный, воюем за процветание нашего любимого города, за процветание наших детей, за процветание людей, живущих рядом с нами. Чтобы отметить праздник на центральной площади Архея, собрались тысячи горожан и гостей. В их числе 24 золотые пары, которых с юбилеем лично поздравил примар. Этот город для меня стал родным уже, в 61-го года. Вот вместе 55 лет. Такое испытание для нас. Но это хорошее испытание? Хорошее. Когда приехала, здесь ничего не было. И с годами, потихоньку, потихоньку. Спасибо именно вот это за три года, неузнаваемый наш город. Не то, что было раньше. Торжества в честь Дня города продолжились праздником и концертом для детей в Архейленде. И мы хотим пожелать нашим архиянам, естественно, благополучия, здоровья. И мы говорим спасибо за то, что они поддерживают примара и его команду, и верят в то, что этот город действительно будет еще лучше, чем сегодня. В этот прекрасный солнечный день я хотела бы поздравить в первую очередь аргеевцев, тех, которые тут живут, тех, которые тут родились, и людей, которые работали над тем, чтобы Аргеев стал таким, какой он сейчас является. Это действительно теперь самый прекрасный город в стране для нас, самый красивый город на планете. И это не преувеличение, потому что с каждым годом он становится все краше. Главным событием вечера стал грандиозный концерт с участием известных музыкантов Надежда Чепраги, группы Fly Project, Нарок, Тармис и коллектива Пепе из Румынии. Завершился праздник великолепным фейерверком. Архей. Город площадью почти в полторы тысячи гектаров. Расположился в центре Республики Молдова на живописном берегу реки Реут. Как изменился город за последние годы и чем живет сейчас, изучала Елена Веговская. Этот город – самый лучший город на Земле. Словами известной песни описать Архей может едва ли не каждый его житель. А их – около 25 тысяч. За последний год сюда вернулись еще 50 семей. Это результат проекта по возвращению соотечественников из-за границы под названием «Мой дом Молдова». 50 семей – это почти более 100 человек, которые вернулись за этот год к нам назад в Аргеев. У которых, согласно регламенту, есть разработаны регламенты на возвращение. Оказывается помощь примаре, оказывается помощь лично примаров. Для того, чтобы условия возвращения были приемлемы. И самое главное, чтобы это люди, которые вернулись, начали свое прежнее место в городе Аргееве. Другой проект «Материнский капитал» действует уже три года. В декабре 2015-го первые 27 семей получили выплаты. Сумма, к слову, немаленькая. Так, за первого ребенка выплачивают 7 тысяч леев, за второго и последующих – по 10 тысяч. Руководство Архея считает, что это хорошее подспорье, чтобы не уезжать из города. И за три года численность этих семей, которые получают материнский капитал, увеличилась. Это говорит о том, что увеличивается и рождаемость. Сегодня уже 38-39 семей получают материнский капитал. Так сегодня звучит Архей – люди-пульс этого города. А дороги – артерии длиной 80 километров, по которым сегодня можно передвигаться с удовольствием. С 2015 по нынешний год приведены в порядок почти 38 тысяч метров дорожного полотна. Это более 40 улиц, часть из которых фактически построены с нуля и впервые за историю города заасфальтированы. Для сравнения, три года назад из общего числа лишь 10% дорог были в пригодном состоянии. Важной особенностью, а это неотъемлемая часть дорог, это строительство новых тротуаров. Надо сказать, что 25 километров тротуаров сделано за эти годы. Тротуары новые, тротуаров в этих районах не было. С наступлением весны 2018-го перемены пришли и в 20 дворов многоэтажек. Там обновили практически всё – от асфальта до игровой площадки. А это – более 2000 квадратных метров асфальта, около 800 метров новых бордюров, более 500 парковочных мест и не только. Это дворы, которые люди с радостью восприняли, потому что сегодня в этих дворах дети, взрослое население, пожилые люди имеют возможность отдыхать круглые сутки. И кроме всего, та инфраструктура новая, она лет на 20-30, естественно, будет служить людям. Всего в городе около 70 дворов. И до конца этого года по одноимённой программе «Операция двор» планируют капитально отремонтировать 60 из них. Ну а здесь, в микрорайоне «Нордик» совсем скоро появится новый двухэтажный дом. Проект уникальный. Его цель – поддержать работников бюджетной сферы и молодые семьи. В канун дня города ровно год назад был сдан первый социальный дом, где четыре семьи получили ключи от новых квартир, и они уже давно там живут. За это они платят всего 500 леев в месяц, причём острочка платежа за эту квартиру до 30-35 лет. Сегодня, в канун Нового года, мы собираемся сдать второй дом, где уже восемь жителей получат, восемь семей квартиры в социальном доме. По проекту на 6000 квадратных метров возведут одно-, двух- и пятиэтажные многоквартирные дома. Самый крупный парк развлечений в Молдове – Архейленд. Это более 20 тысяч квадратных метров удовольствия для детей и взрослых. Десятки батутов, водных горок, детских игровых и спортивных площадок. Парк развлечений одновременно может принять около 50 тысяч человек. Замечательный, уникальный проект «Примара Архейленд», который в этом году с 1 июня, с дня открытия до 15 сентября, когда был закрыт летний сезон, посетило более 630 тысяч населения нашей страны. Это уникальный семейно-развлекательный центр. Малая родина – так называют местность, где человек родился или живет. Город Архей для своих жителей – не просто малая родина, это их гордость и любовь. Многое изменилось. Дороги отремонтировали. Парк Архейленд появился. Там очень красиво играют дети. Создаются новые рабочие места. Я уезжал за границу. Сейчас, когда вернулся, заметил, что в Архее произошло много перемен. Улицы изменились, появилось освещение. Мне нравится, что у нас есть места, где можно весело провести время. Есть Архейленд, есть парк. И еще мне нравится, что отремонтировали улицы. Я горжусь тем, что я родилась в Архее. Это тот город, в котором мы родились, в котором мы живем не только телом, но и душой, мы болеем за него, за наш город. Мы знаем каждый уголок нашего города, мы знаем каждый камень нашего города. Все сделано на все 100%. Заметно, что городом управляет настоящий, крепкий хозяин в прямом смысле слова. Мы все хозяева в своих маленьких домах. Но здесь сразу видно – он настоящий. Да, здесь очень весело. Мне понравилось здесь. Я был и в Архейленде, и парк здесь прекрасный. Хотелось бы, чтобы и дальше происходили улучшения, чтобы мы радовались и отдыхали. Вот я была в этом парке, который обустроили для детей. Мне очень понравилось. Я была со своими внуками. Я хочу пожелать городу дальнейшего процветания вместе с хорошими и гостеприимными людьми, которые живут в Архее, в Археевском районе и во всей Молдове. Эта местность внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Иностранцы ее называют «маленькой Швейцарией», а местные жители – родиной. Речь об Архее – одном из самых живописных мест Молдовы. Есть несколько версий того, как появилось название Архей. Одна из них – название города происходит от венгерского вар – крепость плюс хейли – место, что означает место, где была крепость. Архей – одно из старейших поселений в Молдове. Он существует с античных времен, как крепость Гетодаков и расположен на Риоте. Всем известна связь Гетодаков с греческими колониями, с понтом Эфксинским. Также известно, что к 1241-42 годам татаро-монголы разрушили эту крепость и построили укрепление в 1330 году, название которого переводится как «Новый город». Затем, к окончанию 14 века, татаро-монгол изгнали из этой крепости, и крепость начинает развиваться, положив начало города. Первый документ Архея датируется 1470 годом. Тогда же и упоминается имя первого проколаба города – Раду Гангура. Он был одним из родственников Стефана Великого. Стефан Великий оставил заметный след в нашем уезде, на территории нашего уезда. И он как правитель, он сумел консолидировать нашу территорию, потому что наш уезд был почти на северной окраине Бессарабии. «Конечно, это была крепость для многих комендантов и для всех примаров Архея, которые были. Мы упоминаем Василия Маху, который во время своего правления совершал много прекрасных вещей, то есть открыл лицей для девочек и для мальчиков в Археи. Период экономического расцвета Архея связан с Василием Лупо. Он восстановил городское озеро, построил мосты, отремонтировал несколько улиц и основал в городе собор Святого Дмитрия. Начали строиться дома, строится вот эта прекрасная церковь на окраине города. И не случайно, она как ворота нашего города, лицетворяет, что действительно церковь – это начало города». В 1835 году, когда Архей стал центром уезда, количество жителей в городе увеличилось. Активно начали развиваться ремесленные производства. Позже, в 1902-м, запустились и небольшие фабрики по изготовлению свеч и несколько табачных лавок. Спустя более четырех столетий Архей продолжает преображаться. С 2015 года отремонтированы дороги, улучшенная инфраструктура детских садов, школ, город полностью освещен. «Был реабилитированный наш парк культуры и отдыха «Иванус». Было построено Архей-Ланды, местечко, где отдыхают наши горожане, и не только наши горожане. «Это небольшой городок с очень хорошо развитой инфраструктурой. Это очень компактный город, расположенный в живописной и красивой местности. У нас есть образовательные и дошкольные учреждения. У нас есть лицей, педагогический колледж и медицинский колледж». Архею исполнилось 464 года. И сегодня современный город с развитой инфраструктурой готов рассказать свою историю всем, кто его посетит. Работа, честность и любовь к семье – вот секрет долголетия самой пожилой жительницы Архея – Лукерья Борденюк. В этом году она отметила свое столетие. Всю жизнь была примером для детей, внуков, правнуков и праправнуков, потому что с достоинством преодолевала все жизненные трудности. Самая пожилая жительница Архея родилась 20 апреля 1918 года в зажиточной и многодетной семье. Родители с детства прививали ей пяти братьям и сестрам любовь к работе. В 20 лет по очень большой любви Лукерья вышла замуж. Муж занимал ответственную должность, ему приходилось часто ездить по селам республики. В поездке он всегда брал жену. Ему было 40, мне 20. Он был добрым и умным человеком. Героине нашего сюжета пришлось пройти через много испытаний. Самыми жестокими она считает голод и ужас войны. Я собирала траву, кипятила ее в медной посуде и пыталась так приготовить хоть какую-то еду. Самое страшное для любого родителя – потерять ребенка. Лукеря Бурденюк пришлось это пережить. Смерть изобрала самого младшенького. «У меня был муж и ребенок. Ребенок заболел, а когда мы вернулись домой, умер». Даже сейчас самая пожилая жительница Архея занимается домашним хозяйством. Любит петь, особенно когда хочет поднять себе настроение и ухаживать за четырьмя кошками. «Мне приносит мешок кукурузы, я ее чищу. Потом початки бросаю в печь и завожу огонь. Лежанка становится теплой, кошки бегут прямиком сюда». У бабушки Лукеря шесть праправнуков, семнадцать правнуков и одиннадцать внуков. Им часто необходимы ее советы. «Я спросил ее недавно, как ей удалось дожить до такого возраста. Она ответила, всегда старалась не нервничать. Поэтому, когда происходит что-то неприятное, то я тоже пытаюсь не нервничать». Несмотря на сложную жизнь, Лукеря Бурденюк всегда была заботливой матерью и полностью посвятила себя троим детям. Некоторые из них сейчас живут за границей, но они никогда не забывают о родном доме. «Мама вставала утром, протирала стекло ламп, чтобы она не была задымленной. Делала уборку, кормила нас, потом садилась за швейную машину и шила». «Я очень благодарна ей за то воспитание, которое она дала моим девочкам. Мама всегда чудесно к ним относилась, многому научила. Например, научила их шить и вязать». Лукеря Бурденюк твердо уверена, что лучше всего жить дома, в Молдове. «В Молдове хорошо жить, есть все, что нужно. Я хочу, чтобы дети вернулись домой, чтобы мы жили здесь все вместе». Молдова получит 30 миллионов 100 тысяч евро от Международной ассоциации по развитию. Соответствующее соглашение утвердил парламент страны. Это кредит, направленный на завершение процесса оценки и регистрации земельной собственности. Средства предоставляются сроком на 30 лет. О других новостях далее в сюжете. Избирательные участки планируется оборудовать камерами видеонаблюдения. Об этом говорится в пресс-релизе правительства, выпущенном накануне. Сообщается, что Павел Филипп обсудил с представителями Центра сберкома меры по обеспечению справедливого и прозрачного избирательного процесса. Планы по установке камер видеонаблюдения премьер объяснил так. «Мы видим, что существуют некоторые опасения по поводу предстоящих выборов. Мы всех хотим правдивости, пусть не будет никаких элементов, вызывающих беспокойство». Напомню, в будущем году пройдут парламентские, а также местные выборы. Парламент повторно принял проект нового кодекса в услугах аудиовизуальных СМИ. Документ был отклонен президентом, потому что в нем сохраняется запрет на ретрансляцию программ российских телеканалов. Однако спикер парламента Адриан Канду сегодня назвал кодекс фундаментальным документом, который будет способствовать быстрому и лучшему развитию всего, что связано с масс-медиа в Молдове. В итоге закон вновь направят Игоря Додону для подписания. Троян Басевску останется без гражданства Молдовы. Так накануне постановила Высшая судебная палата. Молдавский паспорт бывшему руководителю Румынии выдал Николай Тимофтьев в 2016-м. Но уже через год Игорь Додон, избранный президентом, посчитал, что гражданство получено в нарушении Конституции и отозвал его. Басевску с этим не согласился. И вот вслед за апелляционной еще и Высшая судебная палата вынесла вердикт. Запрос адвокатов экс-президента Румынии в очередной раз отклонен. Молдавского паспорта у него не будет. Полиция изъяла наркотики на сумму полмиллиона леев. Два жителя районов Донтюшень и Дрокия подозреваются в выращивании конопли и продаже марихуаны на севере страны. Обнаружено около 4 килограммов марихуаны и деньги, полученные от продажи наркотиков. Арестованным грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Неизвестные украли из датского зоопарка трех бирманских черепах. Сообщение об этом появилось на странице в Facebook. Представители зоопарка отметили, что черепах хотели задействовать в селекционной работе. И сейчас администрация обратилась к похитителям с просьбой вернуть рептилии. И сообщили, что не будут выдвигать против них обвинений. О других зарубежных новостях прямо сейчас. В Германии судя 94-летнего бывшего охранника СС. Он предстал перед судом Германии по обвинению в соучастие в массовых убийствах в нацистском лагере во время Второй мировой войны. Подсудимый, проходящий в материалах делом по имени Йоганн Рибоген, на территории современной Польши с 1942 по 1944 годы. Сам он отрицает, что знал о совершаемых там зверствах, поскольку в то время ему еще не исполнился 21 год. Процесс проходит в суде по делу несовершеннолетник в западно-германском Мюнстере. ССовцу, не способному передвигаться без инвалидной коляски, грозит 15 лет тюремного заключения. Однако вряд ли он будет отбывать наказание в тюрьме из-за своего преклонного возраста. Стали известны подробности убийства полузащитника бразильского футбольного клуба Сан-Бенту Дэниела Фрейтеса. В сети появился текст переписки игрока со своим другом незадолго до трагедии. Фрейтес отправил другу свою фотографию со спящей женщиной, которую позже опознали как жену подозреваемого в убийстве. Футболиста Дэниела Фрейтеса убили после зверских пыток, о чем свидетельствуют глубокие ножевые ранения на шее и отрезанные гениталии. По факту убийства бразильская полиция начала расследование. Сейчас главным подозреваемым является бизнесмен Эдисон Бритес Джуниор. Он был задержан и уже признал свою вину. В страшном ДТП в Зимбабве погибли 47 человек. В результате столкновения двух пассажирских автобусов мертвы по меньшей мере 47 человек, сообщает 8 ноября Алджазира. Среди погибших были и дети. Несколько человек пострадали. Они в срочном порядке доставлены в госпиталь, где им оказывается необходимая помощь. Причиной ДТП могло стать неудовлетворительное техническое состояние транспорта или плохая дорожная инфраструктура. За титул обладательницы самых красивых ягодиц Бразилии на конкурсе «Мисс Бум-Бум-2018» в этом году началась настоящая драка. 27-летняя Алина Ува обвинила победительницу Элен Сантану в том, что она якобы сделала пластическую операцию на ягодице, тем самым нарушив правила конкурса. Не вошедшая в тройку лидеров Алина Ува вырвала у конкурентки ленту победительницы в самый ответственный момент и надела ее на себя. Девушка уверена, что именно она больше всего достойна стать обладательницей титула «Мисс Бум-Бум-2018». Завтра в Молдове ожидается солнечная погода. В Кишиневе и Бельцах столбики термометров покажут плюс 13 градусов, в Дрокии плюс 11, а в Архее плюс 13. В Дандюшанах и Ханчештах температурный режим составит 12 градусов тепла, в Камрате на градус выше – плюс 13. В Штефанводы 11 градусов выше нуля, в Вулканештах немного теплее – плюс 13. Погода за рубежом также преимущественно будет теплой, в Бухаресте плюс 14 и солнечно, в Киеве несколько похолоднее – плюс 10 градусов тепла, в Москве ожидается плюс 4. В Лондоне будет облачно и 13 градусов тепла, в Берлине дождливо и до плюс 11, в Париже плюс 15, а в Риме облачно, но тепло – 19 градусов со знаком «плюс». В Афинах погода остается теплой, ожидаются 20 градусов тепла. На этом у меня все. С вами была Анна Симакони. Всего хорошего и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова